63 часа 25 минут потребовались экипажу Валерия Чкалова, чтобы преодолеть 8,5 тысяч километров на одномоторном самолёте АНТ-25. В экстремальных условиях при нулевой видимости командир экипажа Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков пересекли Северный полюс и приземлились в Ванкувере, не сделав пути ни одной остановки. Перелёт, который многие считали невыполнимым, произвёл сенсацию. День, 18 июня 1937 года, навсегда вошёл в историю авиации. В посёлке Чкаловске, недалеко от аэродрома, откуда взлетел экипаж, в честь этого был воздвигнут мемориал. Мемориальный комплекс в честь перелёта Валерия Чкалова через Северный полюс был построен в 1977 году, в годовщину 40-летия этого самого перелёта. И сегодня, спустя 85 лет, люди снова пришли сюда. Это очень большое событие для нашей страны. Наша задача, чтобы дети знали о подвигах героев нашей Родины, а то сделать так, чтобы помнил об этом всегда молодёжь и старшее поколение. Событие, непревзойдённое по тем временам, по своему масштабу, по своей отваге, смелости и значимости для человечества, остаётся таковым и сегодня, по прошествии многих десятков лет. Смотрим на самолёт и убеждаемся, только такие сильные, закалённые, натренированные, профессионально подготовленные, как Валерий Чкалов, как Байдуков, как Беляков могли преодолеть Москва, полюс, Ванкувер. Чудо! Гордимся, радуемся, празднуем. В память о Чкаловском экипаже к мемориалу возложили цветы. Юбилейные торжества были обставлены по-настоящему празднично. Ребята из Монинского молодёжного объединения «Крылья» выставили собственноручно изготовленные диорамы, уменьшенные копии самолётов. Годовщине перелёта посвящались мастер-классы по истории авиации, а также книжная выставка о Чкалове и самолётах, в испытании которых он участвовал. Это книга, которую мы очень гордимся, очень ценим. Очень раритетная. Почему? Потому что она подписана дочками Валерия Чкалова, Ольга и Валерия. Подарили нам её в 2011 году. Какой вклад внёс Валерий Чкалов и советские конструкторы в развитие дальней авиации, рассказал выставочный проект Щёлковского историко-крывического музея «Дальние перелёты». В праздничном концерте «Если быть, то быть первым», посвящённом 85-летию беспосадочного перелёта через Северный полюс в Америку, выступили артисты и солисты Духового оркестра Щёлковского театра. На празднике присутствовали воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Покрышкина. Может быть, кто-то из них продолжит дело Чкалова и впишет своё имя в Книгу рекордов отечественной авиации. Это имя открыло нам очень большой путь, чтобы покорять вершины. Всегда наша страна была первой и в космосе, и в авиации. Этот полёт доказал то, что для нашей страны нет ничего невозможного. Михаил Налётов, Сергей Василевский. Щёлковское телевидение. Продолжение следует...